всем 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 привет в общем я сегодня у нас что сегодня какой день то понедельник а сегодня воскресенье понедельник воскресенье вот так дома сидит не забудешь какие я убираю значит это решила здесь вот у курочек убрать стружку открыла курятник свой вот сейчас обнету от паутины вот столько паутины у нас вот ласточка тут вьет гнездо с вилла уже не на будет сидеть нет у нас прошлом году ворона перетаскали у соседей они сделали ласточки гнездо и перетаскали ворона всех птенцов так жалко было а в этом году у нас вот такое окошко здесь вот мы сняли стекло но сняли стекло из-за чего там потому что мы вот засыпали тут землю в курятнике у нас было очень низко и когда шли дожди у нас здесь топило мы вот обшили прошлый год вот так курятник поставили вот так ящики вот просто сын подвесил ящики вот еще немножко хочу убрать здесь вот они вон понасрали вот и в общем вот коза моя стоит кушает зерно зашла мне козел вот я хочу трушки немножко насыпать у нас пахнет дождем у нас пахнет дождем погода вон такая пасмурная хотела мы привезли стружку но опилки немножко опилки мы хотели это как я хотела мешки собрать чтобы она думала высохнет на улице куча лежала лежала я думала высохнет она не согнет а внутри сырая чуде у тебя не знаю я там сверху сейчас собрала 4 мешки под навес вот положили 4 мешка а здесь вот сейчас хочу немножко я хотела вот накидать сюда вот этих опилок чтобы они курочки лазили заходят лазить я вот ведра сюда высыпала а здесь вот вот такой носист он сделал но мы будем здесь переделывать потому что вот здесь вот в углу мы будем делать для цыплят а здесь вот этот носист не сломал козел синдела он зашел вот открыто было он сломал так то у меня для курочек здесь вот дырка и маленький маленький козелок тоже лазит в эту дырку у меня здесь вот дыра вот на улицу у нас сейчас вот так вот вот помыла им яблоки которые падают вот в общем кушает козел наш я хотела здесь убраться здесь вот опять недавно вроде убирала и опять все вот такая грязь я собираю вон что творится я собираю вот в этот короб весь навоз навоз такие ненужные вон тряпки валяются потом это потом это все в этот загород пойдет вот они мне куры я собирала здесь мне куры вот все раскидали опять не хотят вон яблоки кушать положил помыла собрала положил не хотят вот козы недойные беременная вот это коза беременная у меня вот это козка вот эту козу не болела в имя я перестала доить чтобы не мучить ее она у нас декабря месяца значит доилась и стала бегать и целую неделю от меня я не стала ее доить в чем учить козу так молоко то вон если что купим вот вот она вот козленок это вот декабрьский а второй умер она нечаянно на него я пока пришла на него копытом наступила и он мертвый был я когда пришла а этого я выходила думала что он не никак плохо молочко пил по чуть-чуть по чуть-чуть давали это козочка это козочка тоже вот в общем вот здесь навожу порядок я буду все собирать опять в этот короб ну дождя нету это сухо и куры раскидывают все не знаю что делать или не убирать уже подождать дождик пока будет вот у меня с этой стороны у меня цветы вот цветут вот так и здесь я по выдергал у меня тут тоже по забору росли по выдергала чтобы подойти вот к моим вот этим таким грядкам высоким у меня огурчики там так тыква разрослась все закрыла я там обрывала обрывала листья бесполезно всю капусту мне закрыла ну вот я убралась почистила чистенько навоз весь убрала у меня два яички тут два яичка дыма утка вот сейчас я хочу козелька кушает сейчас я хочу немножко опилок сюда пока не не мокрый насыпать я навоз убрала куриный по мед по вед куриный вот начала очистить у меня вот такая ванночка я вот лопатой чищу вот так поставить очень грязно стало коры 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 раскидали бросали вот сейчас немножко опилок принесу тут у меня костя песок перетягивает сколько ему нужно тележку тележку привезу в ногу сразу загружу и привезу вот так вот вот так вот чтобы чистенько было грузы недавно убирали а что-то опять столько грязи подожди пойдут надо будет опилок сюда накидать то есть грязище будет я тут раскидала дожди когда были сюда носила опилки бросала вот так вот можно было выхватить а то до щиты вот вставили щиты опилки так вот надо все убрать сегодня завтра чтобы чисто было тухо отсюда тихонечку это все в оборот потом пойдет беру крюк и поехали ну вот я засыпала немножко почистила засыпала вот такая красота ящик вот поставила потом течу крышку сюда еще поставлю с улицы занесла постоит пока о петух орёт ну вот такая красота у нас навели немножко порядочек вот уже тут 3 яйца вот мои курочки я уже там собирала опираться вот когда почистишь вот так вот чистенько хорошо козы тоже любят когда чисто они вот я только почистила уже здесь легли уйди убери свои копыты вот вот в эту дырочку они у меня заходят выходят вот даже козелька помещается куры у меня тут лазит ну вот так вот сегодня завтра почищу у меня тележка но вот у меня на улице такая красота золотой шар вот начал цвести да Арчи привязали пока чтобы на улицу у меня нету этой цепи я его пока на веревку привязала на улице у меня это сын песок таскает чтобы фундамент там немножко оставай залить я его цветы сейчас отпущу сейчас чтобы на улице не убежал я его пока привязала на полчасика сейчас он песок мне перетаскает вот таскаем песок чтобы на шарче не убежал на улицу вот у нас здесь песок привезли вот привезли пгс и вон там у меня опилки я вон мешки собираю потихоньку это под навес хочу вот так вот у нас сегодня жара была теперь ну немножко прохладненько хорошо то невыносимо прям вот совсем не это роза у меня цветает уже вот а цветы вот вот а эта розочка вот так у меня цветет вот такие ну почему то я не знаю то ли от дождя то ли от капелек наверное нельзя поливать ну ты куда пришел иди сейчас потопчешь мне все вот такие красивые розочки вот ну не знаю почему то вот такие вот капли иди иди на место иди туда иди вот щас я покажу что мы залили красиво вот а они туда не зайдут разве а там же а ну ты же здесь ну закроешь выйдешь вот эта роза у меня расцвела вот вьющая она вот ну пока тут опор ничего нету она так такая красная я потом отсюда космею уберу он у меня вон розочка такая вот наверно розой нельзя я шлангом поливала сверху брызгала наверно розой нельзя так поливать вот арчи бегает пришлось привязать его на пол часика вот мы тут делаем фундамент вот так вот заливаем вот у нас все здесь вот такой беспорядок вот все заливаем а где этот который а вон он вот так вот мы видим у нас дом очень старый вот этот уже весь наклонился вот тут все видите все сыпется вот и тут вообще в этой комнате холод зимой потому что вот видите бревна все вылезли а ремонтировать его что-то не хочется потому что это все гнилушки вот немножко осталось вот вот осталось немножко залить вот сюда сейчас мы возим ПГС песок чуть-чуть осталось совсем вот 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 у меня лук весь вот так валяется я все-таки решила попробовать его копать а то может быть потом будет поздно он даже вот почернел весь попробую сейчас выкопать посмотрим что будет у меня помощник пришел ну вот ну вот я лопатой вот так выкапываю это неудобно я сейчас просто покажу и вот такой вот лук лук неплохой есть правда мелкий потом я его переберу где вот здесь это вот здесь есть червивые а есть вот луковички хорошие потом я переберу его занесу на веранду он у меня там просохнет и я это завяжу их и повешу ну неплохой лук ничего пойдет вот я сейчас начну копать и его убирать потому что если пойдет дождь намокнет а он сейчас сухой просушенный в общем решила я убирать его буду убирать выкапывать вот такая у меня морковочка я вот сейчас выдираю мне надо еще кушать варю вот эти две крупные прям это вот помельче вот сейчас выдерну вот вот морковочка в общем я покушать может быть салатик сделал а это что-то цветет что-то я выдернула но это не пойдет наверное на семена это как-то надо морковку сажать на семена вот какая хорошая большая морковочка можно салатик сделать с майонезом с чесночком я люблю на терочке туда чесночок немножко и майонез я очень мне нравится я очень люблю вот здесь у меня вот тут еще целая грядка морковки это мы после селя а там вон еще две грядки морковки так что и кушаем вот сейчас вот какая морковочка хорошая прям прям вот выдергиваю вот ну не знаю наверное достаточно сейчас вот еще сейчас вот помельче покушать а эту натру что-то выдернула маленькую вот большая тоже вот ну наверное хватит столько вот вот еще ну наверное хватит не буду больше ой вот такой пучочек у меня морковочки я еще домой буду сейчас кушать варить у меня фарш гречка сделаю как типа плова с фаршем гречку туда вот лук морковку я вот у нас гремит дождь а дождя нету будет дождь не будет гремит гремит не знаю я вот одну грядку выкопала лука это вот червивый я обрезала там трава вот вся грядка целая сейчас покажу сколько у меня вышло с одной грядки вот значит ну тут я повесила пока мелкий такой лучок я вот пучки связала два три и вон там где дверь четвертый пучок свиньки как никак не уберу у меня астры зацвели вот такая красота у нас дома цветут астры многолетние красиво зацветает вот золотой шар вот флоксы начинают цвести но я хочу показать не это я хочу показать свой лук сколько у меня вышло сколько у меня вышло с одной грядки вот значит здесь вот лук здесь весь крупный такой я собрала мелкий там вот здесь значит раз два три четыре пять пять пучков я вот так все связала посмотрю если будет сок не будет я их обрежу здесь чуть-чуть поменьше так пять шесть семь восемь вот восемь пучков каждом пучке 30 луковиц где 30 где 31 я считала их вот только я первый вот я я первый пучок не посчитала сколько там вот все остальные у меня по 30 луковиц там где 30 где 31 в общем я вот так что-то решила посчитать вот такой у меня хороший, неплохой если я хочу сварить картошечку вот я выкопала тут два кустика вот у меня что тут мы ее правда сажали поздно вот молоденькую горох хочу сейчас помыть вот две кучки у меня тут помыть и вот так вот у нас картошка растет, не знаю мы правда поздно сажали уже все посадили мы позже всех сажали я так две грядочки посадила чтобы вот кушать я вот выкопала сейчас в 11 часов поставлю варить мальчишки идут на обед мы покушаем картошечку молодую салатик может делаем в общем посмотрим я хотела показать чеснок вот я докапывала чеснок у меня тут была такая вот маленькая грядочка отсюда и досюда чеснока довольно таки много я вот как сажала чеснок очень в общем часто вот у меня они идут редками они у меня вот так редками идут и вот на таком расстоянии вот я их так сажала потому что у нас огород маленький сажать некуда приходится вот так все компактно сажать чтобы все посадить у меня вот вот столько вот чеснок вот этот вот он хорошо уже чистится тут я никак не могла почистить а этот вот чистится ну в общем-то довольно неплохой чеснок вот есть мелкий тоже вот разный есть мелкий, есть крупный вот уже крупный немножко тут задела лопатой ну так в общем-то неплохой у нас в прошлом году намного был чеснок мельче в общем я его вот так очень часто сажаю и вот с такого участка у меня вот получилось уже три пучка и вот наверное будет еще или один большой пучок или два маленьких вот я хочу показать у меня тут снова капусточка нарастает растет две скушали уже не буду ее открывать две скушали а здесь вот две капусточки вот жрет этот червь гусеница жрет еще где-то один был вот еще не знаю что делать и попрыскать не попрыскаешь вот видите здесь тоже или открыть уже что ли она от воды будет портиться жалко еще не выросла закрываю я вот здесь тоже в этом году у меня есть капусточка вот видите что гусеницу вон прям торжалка и побрызгать не побрызгаешь вот я потом еще обрежу вот у меня выросла капусточка еще немножко подожду я жду день-два вот у меня тоже капусточка в общем в этом году у меня есть цветная капуста я так рада в прошлом году я сажала мне почему-то ничего не выросло одни листья и все ничего не было почему не знаю а в этом году есть вот у нас так прохладненько дождик капает но я решила если пока до дождя как успею я с утра 7 часов пошла собирать малины я вчера не дособирала вот этот участок малины и это я с утра собрала чашку малины вот отсюда крупная малина такая не знаю может быть компот сделаю посмотрим но сейчас у меня я помыла и поставила в холодильник ничего с ним не будет вот а сейчас у меня задача выкопать вот пока дождь дождь как дождь польет пойду домой дома буду все делать сейчас пока дождя нету я вот я хотя бы выкопаю чеснок а там лук уже у меня еще раз два три еще три с половиной грядки у меня лука надо копать в общем в этом году у нас есть и цветная капуточка и такая капуточка у меня уже большие вилочки такие уже вот хорошие налитые уже беленькие морковка тоже большая хорошая надо время будет как выкопаю хочу выкопать как выкопаю и это хочу немножко капусточки в баллоны посолить соленую капусту хочу что-то огурчиков у нас они вот есть тут маленькие не знаю как что-то в этом году не очень обычно много было это нет они только начали вот есть только начали огурчики а там вот в той грядке у меня в самом начале что-то они пропадают я хотела вот так оставить не хотела подвязывать в общем ну не знаю там что-то они или преют пропадают вот засыхать начали здесь вроде пока ничего ну посмотрим вот вот сейчас я копаю вот такая большая вот тоже вот головка чеснока вот моя рука вот такой хороший чеснок неплохой я говорю чем больше крупнее головы это как чем крупнее сажаешь зубец тем крупнее это как вырастает чеснок вот ну вот такой вот чеснок хороший ну есть крупные прям хорошие устала выкапывать потому что вот он уже начал преть а этот чеснок еще это я хотела дождаться чтобы вот когда здесь вот чеснок будет когда цвести будет и начнут бульбочки пойдут он еще даже не открылся и не цветет и я решила все таки выкопать потому что если пойдут дожди все зальет и он пропадет в земле он сгниет вот вот здесь я копаю у меня его мало но нам хватит на зиму вот так вот я копаю земля видите вот сухая сухая специально не поливала и где лук там тоже сухая земля я там в этом месте вообще это не поливала и рядом старалась чтобы нигде воды не было вот у меня вышло пять пучков я весь чеснок выкопала вот с той маленькой грядочки вот второй пучок вот такие пучки небольшие вот такой вот лук ой лук этот чеснок вот вот такой вот чеснок большой хороший вот есть вот маленькие разные ну в общем вот такой с маленькой грядочки я вот собрала пять пучков чеснока в общем я сегодня буду копать собирать свой урожай всем пока подержать и 하나 Продолжение следует...